МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока 2020 год постепенно набирает свои обороты, мы вернёмся в 2019-й. Там ещё остались пару интересных культурных событий, о которых мы не успели вам рассказать. В конце прошлого года свой 30-летний юбилей отметил Оркестр русских народных инструментов под руководством бессменного руководителя Александра Мамчура. В честь юбилея состоялся большой концерт «Виват Оркестр». Также круглую дату в творческой атмосфере отметила преподаватель детской музыкальной школы и просто чудесный человек Светлана Мамчур. К поздравлениям присоединилась и наша съёмочная группа. Здравствуйте, Светлана Мамчур. Сегодня с самого утра ваше адрес звучат очень добрые, хорошие слова. А вы всё работаете, работаете, работаете. Педагог-музыкант и просто прекрасный человек. Светлана Мамчур отметила свой золотой юбилей в кругу друзей и коллег. В день своего рождения она принимала поздравления и дарила своё искусство. Большой творческий вечер посвятила всем присутствующим и самым близким и родным. Мама у меня вообще очень хорошо пела. У неё очень такой звонкий голос был. Хотя у нас в нашем селе-то и не было музыкальной школы. Я говорю, ну вот так получилось, что в первый класс, когда к нам приехали преподаватели из вот этого интерната по набору, меня выбрали всего класса одну. Тогда бы я вот училась на фортепиано, если бы меня отпустила мама. Мама меня не отпустила, потому что она просто бы не смогла без меня. И видите, вот как судьба повернулась так, что третий класс закончив, четвёртый класс я всё равно попала в этот интернат. И всё равно стала музыкантом и была связана с музыкой. Так музыка стала её призванием и судьбой в самом прямом смысле. Музыка стала не только профессией. Она связала Светлану и Ивана Мамчура вместе. В 2019-м этот супружеско-творческий тандем отметил 25-летие совместной жизни. Сколько совместной жизни, можно сказать, почти столько же и творческой. Ну, где-то на лет 5-7, может быть, меньше. А остальное – это всё плечо-плечо. Это всё одни мысли, это одни задумки творческие. Один план решили, следующий уже разрабатываем, как это будет. Какой-то, может быть, микс, какое-то что-то новенькое. То есть всегда в поиске творческого. Как одна сказала наша коллега, она, кстати, тоже на Ямале работает, музыкант, когда она сказала, слушайте, мамчура, вы и думаете музыкальными фразами. То есть вы мыслите и думаете только о музыке. У вас больше ничего не интересует, не семья, сын, какие-то проблемы житейские. Ну, мы говорим, что, в принципе, это и есть наша жизнь, потому что большую часть мы проводим на работе. Это наша, не знаю, это наша дорога, это наш выбор, это наша судьба. Быть с детьми, быть вместе именно в музыке. Вот так, всегда вместе и всегда рядом. Настоящая творческая семья. И в этот праздничный вечер Иван Федорович – главная поддержка для своей супруги. Все музыкальные композиции в его исполнении посвящены только ей. Я, конечно, в первую очередь очень рад за нее, безумно рад за нее, за ее успехи, за ее душу. Вот такое большое-большое сердце у нее, она просто огромная. Она всех любит, она никогда не держит зла, она открытый человек, понимаете. Ну, а мне что? А я же радуюсь только этому, потому что я рядышком, потому что это моя супруга, потому что мы одно целое. На вопрос, откуда столько энергии и идей, они отвечают вместе и не задумываясь от детей, учеников. Они же постоянно, одни ушли, другие пришли, и каждый человечек, это же отдельная личность, понимаете. И каждый со своим характером, у того, у того, у того. Не к тому, что мы забираем их энергию. Мы меняемся, мы им свое тепло даем, свое сердце даем, свою любовь, в частности, к музыке, чтобы они тянули всю жизнь. За годы своей педагогической деятельности Светлана Викторовна выпустила более 40 учеников. Сейчас у нее обучаются 15 юных музыкантов. Говорит, что домра – инструмент довольно простой, но вот освоить его может не каждый. К нему особый подход нужен. Этот инструмент такой немножко болезненный, скажем. Не многие выдерживают на этом инструменте, может быть, поэтому он, скажем так, сейчас не шибко популярный, наверное. Потому что действительно очень сильно болят пальцы. Это надо перетерпеть, когда у нас появляются мозоли на пальчиках. И только тогда уже можно хорошо заниматься, играть и не чувствовать этой боли. Но я своих девочек называю геройскими девочками. Желаю вам в этом рождении и желаю в этот чудесный день еще больше музыкальных успехов, талантливых учеников, настроения хорошего каждый день, здоровья. Оставайся вам такой же жизнерадостной, позитивной. Спасибо вам за потраченное на нас время. Светлана Мамчур придерживается принципа «Раз учишь, учись сам». Педагог должен всегда идти в ногу со временем. Без этого просто никак нельзя. У меня в этом плане, конечно, преподаватель с колледжа культуры и искусств города Ишкаралы, Виноградова Валентина Сергеевна, она не раз уже сюда приезжала к нам на конкурс «Живые истоки». Она всегда мне говорит, вот я прямо за тебя рада и горжусь тобой, что ты не стесняешься, все время учишься. У меня, говорит, даже какое-то уважение к тебе есть за это, что ты учишься, несмотря ни на что. Это же интересно и полезно. Педагог постоянно должен этим заниматься, он должен повышать свою квалификацию. Поэтому это очень важно и для меня, и для детей тоже. А вам самой это интересно тоже, прежде всего? Да. А что вам еще интересно в жизни, помимо музыки? Есть что-то такое? Я даже не могу сказать, потому что, если честно сказать, да, вот эти три месяца, ну два точно, наверное, мы как уходим с дома к девяти часам сюда, и вечером приходим около десяти вечера только. Все, чем заниматься, я даже не знаю. Чем еще можно заниматься? Мы только все вот на работе здесь находимся и занимаемся. Такими штучками всякими различными, вышиванием рукоделиями. Некогда. Только музыка? Только музыка и все. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok От классики до джаза оркестр русских народных инструментов отметил свое 30-летие. Его бессменный руководитель и дирижер Александр Мамчур говорит, время пролетело незаметно, словно это было недавно, и это было давно. Я очень хорошо и отчетливо помню первые репетиции, первые партитуры, которые мне приходилось писать, первые выступления. Такое впечатление действительно, что это было просто вчера. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что 30 лет – это все-таки уже определенный срок и достаточно большой. Но, тем не менее, в памяти это не отражается. История коллектива началась в 1989 году. Это был первый оркестр русских народных инструментов в округе. Сегодня это сложившийся профессиональный коллектив из 20 музыкантов. И многие из них стояли у истоков. Александр Мамчур не только бессменный руководитель и дирижер, вдохновитель. Своей энергией он зажигает сердца зрителей и заряжает свой коллектив. Для меня оркестр – это 30 лет творческой работы. Ну, конечно, я очень большое значение придаю оркестру. Если бы мне было этим неинтересно заниматься, то, естественно, наверняка не было бы вот этих произведений, этих партитур, которые я сделал. Просто я в этом нахожу такой интерес для творческого направления, так скажем. Мне это интересно. Я люблю заниматься оркестром. Я вкладываю душу, старания, усилия. Ну, и я надеюсь, что что-то получается у нас. Ирина Надеяна – одна из тех, кто знает историю коллектива со дня его основания. Вместе пережили многое, говорит музыкант. Но дух оркестра не был сломлен. 30 лет – это слишком много. Поэтому были и взлеты, были и, может быть, не падения, но какое-то охлаждение. И вот то, что коллектив вновь и вновь, вновь и вновь собирается, и уже вот сколько раз я слышала, что вот такую единицу творческую нельзя терять ни в коем случае для города. Это правильно на самом деле. Ну, если я скажу творческий дух, это будет, наверное, очень обыкновенно. Знаете, вот не все преподаватели могут быть исполнителями работы в школе, просто потому что мы занимаемся педагогической деятельностью. Она у нас основная. Но когда ты сюда садишься, это какой-то особый такой вот творческий кайф. Я бы так сказала, что ты можешь, что ты вот уже сколько лет, и ты все равно играешь, и ты творишь музыку, и ты в ней, и она в тебе, и так дальше. Я думаю, что вот это самое главное. Вот каждый, кто здесь сидит, каждый, кто играет, он понимает, что же без этого нельзя, что вот музыка – это действительно то, что внутри нас, вот неосознанно, где-то очень-очень глубоко, и мы без этого действительно уже не сможем ни сейчас, ни когда мы уйдем. С оркестром мы, наверное, будем ловить каждое мгновение, где бы еще послушать, а может быть куда-то еще пойти, еще и где-то поиграть. Поэтому вот это, наверное, самое главное. В оркестре играют не только музыканты со стажем, но и молодые педагоги. Полина Платонова в коллективе три года. Игра в оркестре для нее – бесценный опыт. Игра в оркестре, безусловно, отличается от игры в дуэте или трио, потому что ты здесь не один, тебе нужно прислушиваться к большому количеству голосов, других музыкальных инструментов, взаимодействовать. Одновременно нужно смотреть в ноты, смотреть на дирижера, слушать своих коллег, как-то не выбиваться из общего баланса, чтобы была гармония. Это очень интересно на самом деле. И это творческое времяпрепровождение, куда каждый преподаватель приходит с удовольствием. Поздравить музыкантов с юбилеем приехали гости – коллеги из Губкинского Олег Валавин и Владимир Шарафаев. В их исполнении прозвучали соло на саксофоне и баяне. Музыка 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 К своему 30-летию коллектив подготовил программу «Виват Оркестр». На главной сцене города было исполнено более 20 произведений из 300 существующих в основном репертуаре. И это не только классика. Оркестр подарил зрителям джаз, русскую народную и популярную музыку. Это было, как всегда, ярко, эмоционально и незабываемо. Музыка 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА